Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости за неделю, коротко о некоторых темах. Проверяют магазины и рынки, больницы и общественный транспорт. Сотрудники Роспотребнадзора и городские власти регулярно проводят рейды по соблюдению санитарных мер безопасности. Отработать порядок действий до автоматизма. В Самаре прошли учения по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации. В Самаре выбирали лучшего пивовара, кто стал победителем всероссийского конкурса профмастерства. Алексей Деоктев вновь избран председателем Самарской городской думы. На этом посту он работает с 2018 года. Единогласное решение депутаты приняли на первом заседании думы нового, седьмого созыва. Кроме того, на повестке дня были и другие вопросы. Утверждение персонального состава и формирование комитетов. Олег Зверев продолжит. Первое заседание думы считается торжественным и организационным, но именно здесь решаются главные вопросы. Утверждается персональный состав, формируются комитеты, выбирается руководство. Народные избранники – те, кто был делегирован в городское представительное собрание из районных советов депутатов. Председателем единогласно избран Алексей Дегтев, который возглавлял думу с 1 марта 2018 года. Благодарю вас за доверие. Не подведу. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила спикера городского парламента с избранием, отметив, что дума прошлого созыва под его руководством показала свою работоспособность. Было много сделано хорошего во благо жителей нашего города в интересах ваших избирателей, всего городского сообщества. Ну и, друзья, всех вас еще раз хочу поздравить с тем, что вы являетесь депутатами думы городского округа Самары. Я надеюсь на конструктивный диалог, надеюсь на конструктивную работу. Сразу после этого депутаты разошлись по комитетам, чтобы в каждом из них избрать руководителя. Всего в городской думе их шесть. По уставу именно эти составы работают над нормативными актами и постановлениями перед тем, как вынести их на пленарное заседание. По возвращении за рабочий стол депутаты утвердили предложенные кандидатуры. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. С поздравительным словом к депутатам седьмого созыва обратился губернатор Дмитрий Азаров. По словам главы региона, сегодня исполнительные и представительные ветви власти в Самаре работают эффективно, благодаря взаимодействию, хотя были и другие времена. Сейчас важно придать новый импульс общественному самоуправлению, ведь сегодня вряд ли возможно решать важные вопросы без опоры на мнение жителей. А возможности сделать город лучше сегодня есть. Национальные проекты, инициированные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, дают нам уникальный шанс, шанс которого не было у ваших предшественников. Шанс преобразования городского круга Самары. Конечно, очень важно, чтобы в эту работу были вовлечены не только депутаты, но и жители города. Ближайшие пять лет эти 37 человек будут представлять интересы самарцев. Олег Зверев, Василий Калдашов, Николай Эпифанов, События. В Самарской области каждый день регистрируют более 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число превысило 11 тысяч человек. В усиленном режиме в Самаре продолжаются рейды по соблюдению мер безопасности. Результаты ежедневных проверок обсудили на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. Главы районов и руководители городских департаментов доложили о дезинфекции жилых домов, скверов и транспорта, а также о соблюдении масочного режима в общественных местах. Подробнее в следующем сюжете. За прошедшие сутки в магазинах и на рынках города выявлено более 20 нарушений масочного режима. Либо продавцы не имели средств защиты, либо они обслуживали покупателей без масок. О результатах ежедневных проверок доложили главе Самары Елене Лапушкиной на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. На нарушителей составлены административные протоколы, как и на управляющие компании, которые забывают дезинфицировать подъезды жилых домов. За выполнение управляющими компаниями, которые содержат многоквартирные жилые дома, санитарных норм и правил по ежедневной обработке контактных поверхностей. Таких на 3 миллиона 300 тысяч наложено штрафов. И 300 с лишним тысяч наложено на юридических и физических лиц за нарушение масочного режима на объектах потребительского рынка. Особое внимание уделяют контролю за соблюдением санитарных мер безопасности на предприятиях. Районы администрации сотрудниками Роспотребнадзора проверили 126 крупных и средних организаций из 175. Обращают внимание на термометрию на входе, масочный режим, социальное дистанцирование на рабочих местах, влажную уборку помещений и наличие обеззараживателей воздуха. Есть рекомендации Роспотребнадзора. На предприятия, на все эти рекомендации направлялись как со стороны Роспотребнадзора, так и со стороны администрации городского округа Самары, так и со стороны районных администраций. Все эти рекомендации на предприятиях есть, они о них знают. На пяти предприятиях выявлены нарушения, им были даны предписания. На контроле также находятся и амбулаторные больные. Районы администрации несколько раз в день проверяют соблюдение ими самоизоляции. Если они нарушат режим, то их и штрафуют. Сумма наказания от 15 до 40 тысяч рублей. А если нарушение режима повлекло за собой вред здоровью другого человека, то штраф может достигать 300 тысяч рублей. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Дезинфекция в общественном транспорте на особом контроле. По поручению главы города Елены Лапушкиной ежедневно обрабатывают салоны муниципальных и коммерческих автобусов, троллейбусов и трамваев. Подробнее о процессе Елена Малютина. Сейчас я делаю влажную уборку салона. После нас приходит группа, которая обрабатывает, производит дезинфекцию салонов. В салоне автобусов места бактериям нет. Иначе не может быть сложный эпидемиологический период. Уборка транспорта проводится ежедневно. Специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, обрабатываются поручни, сиденья, двери, терминалы, все поверхности, к которым может прикоснуться человек. После специальной мобильной бригады распыляет хлор, содержащий состав. На дезинфекцию одного подвижного состава уходит около пяти минут. Моют общественный транспорт и снаружи. Специальные щетки отмывают грязь, а после поверхность дезинфицируют. На нашем подвижном составе каждый день через нас проходят тысячи пассажиров. И мы заботимся о их здоровье. Поэтому, скажем так, делаем все и даже больше, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно и в безопасности. Я, как сотрудник предприятия транспортного, считаю, что необходимо применять средства защиты. Мы сами, скажем так, пользуемся общественным транспортом. Наши дети пользуются общественным транспортом. И своим примером мы показываем, демонстрируем нашим уважаемым пассажирам, своим жителям Самарской губернии о том, что необходимо надевать средства защиты. Мы только так вместе сможем победить коронавирусную инфекцию. Мобилизовали все силы и в трамвайно-троллейбусном управлении. Здесь и раньше уделяли внимание порядку. А теперь работы прибавилось. Ежедневно трудятся 75 мойщиков-уборщиков. Каждый подвижной состав дезинфицируют несколько раз в сутки. С марта эта работа не приостанавливалась. Специальный раствор закупили в больших количествах. Обработка с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения коронавируса. Обрабатываются они очень усиленно ночью, потому что дополнительно есть время спокойно можно сделать. И когда трамвай во время движения сюда заходит, то кондуктор дополнительно протирает поручни, ступеньки вот этими дополнительными средствами. То есть постоянно ведется эта работа. Нисколечко она не снижалась. Сейчас просто немножко еще усилим. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров. Чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, в Самаре за две недели около полутора тысяч сотрудников транспортной сферы сделали прививку от гриппа. Прямо на базе своих предприятий. Раньше делал, а тут год-два нам не делал. А сейчас решил сделать опять, постраховаться, чтобы, если коронавирусом заболеть, то легче перенести, чтобы без осложнений. Профилактические меры проводятся комплексно. Предприятие для своих сотрудников закупило 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Кондукторы и водители регулярно дезинфицируют руки и напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. Мы многого не знаем, и кто чем может болеть, у кого какие симптомы, но в своей стране мы предпринимаем все возможное, чтобы те риски, которые есть, их минимизировать. И чтобы через транспорт люди не заражались и могли безопасно доехать до места работы, до места учебы, вот туда, куда им нужно. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной дружины проводят рейды в общественном транспорте и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. В случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Елена Малютина, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Более 500 самарцев без масок в этом месяце не смогли проехать в общественном транспорте. Наша съемочная группа отправилась в один из рейдов, чтобы проверить, как соблюдается масочный режим и что грозит тем, кто отказывается от индивидуальных средств защиты. Масочный режим предусмотрен и в общественном транспорте. При его нарушении транспорт не будет осуществлять движение. В час пик в общественном транспорте соблюдать дистанцию в полтора метра невозможно. В такой ситуации соблюдение масочного режима жизненно необходимо. Масочный режим действует в регионе с 1 мая, согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. А с этой недели, с учетом обострения сезонных простуд и высокой статистики заболеваемости коронавирусом, контроль за мерами безопасности усилили. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, втрое увеличено количество бригад для проведения рейдового контроля. Таким образом, количество маршрутов и транспортных средств, которые ежедневно охватывают рейдами, тоже возросло. О том, что садиться в общественный транспорт, можно только в средствах защиты дыхательных путей, неустанно сообщают и сотрудники транспорта, и народные дружинники. Тех, кто маски отказывается надевать, мы просим выйти, поскольку они создают риск, угроза распространения инфекции. У меня многие близкие люди переболели коронавирусом, причем очень серьезно. И я очень сильно переживаю, особенно у меня маленький ребенок, я не очень хотела, чтобы он заболел. И водители, и кондукторы получили от городских властей и руководства транспортных предприятий четкие инструкции. Указать на дверь, если пассажир не захочет надевать маску, а если не выходит, не трогаться с места. Вот я накрасила губы, мне неудобно, она ко мне прилипает, мне неудобно. Мы вынуждены будем остановить сейчас трамвай и просить вас одену маску. Я одену маску. Оденьте, пожалуйста. Я одену маску. Если какой-то пассажир будет без маски, и мы будем вынуждены остановить трамвай, то из одного пассажира пострадают многие сотни пассажиров и могут опоздать к месту назначения своему. Мы никому ничего не должны, понимаете? Мы никому ничего не должны. В итоге только в сентябре из наземного транспорта высадили около 200 пассажиров. В метро не пропускают каждую неделю до 300 противников масочного режима. Это и касается автобусов, и троллейбусов, и трамваев. Мы сознаем, что да, мы можем держать всю трамвайную линию таким образом, но здоровье для нас важнее. И наши пассажиры не должны подвергаться риску подхватить какую-то инфекцию в общественном транспорте. Каждый день у всех перевозчиков проводится предрейсовый инструктаж, водителей и кондукторов. Ни одно обращение горожан относительно ужесточения мер, поступающие в городской департамент транспорта и предприятия, не остается без рассмотрения. Еженедельно проводится собрание с личным составом. На этом собрании мы разбираем конкретные случаи с приглашением тех водителей и кондукторов, которые присутствовали, которые указаны в этих постах, либо в сообщениях, на горячую линию. Горячая линия у нас работает в транспорте. И каждое сообщение, ни одно сообщение не останется неотвеченным, скажем так, без обратной связи. Пока в регионе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться. Предусмотрены и взаимодействия с полицией. Напомним, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, События. В Самарской области закрыли на карантин более 150 классов и несколько групп в детских садах. Как сообщает Министерство образования региона, это связано со вспышками ОРВИ. Есть и один случай заражения COVID-19. Ранее инфекцию диагностировали у одного из учеников в Тольятинском лицее 67. Класс перевели на удаленку, а педагогов, которые контактировали с заболевшим, отправили на карантин. Во всех школах региона продолжают действовать усиленные правила безопасности. О них расскажет Мария Левина. Вир Верден Олеги Зундзайн, что означает «будем все здоровы», приветствует учеников на входе учитель немецкого языка Людмила Ермакова, вооружившись термометром. В педагогике она уже 40 лет, в таком амплуа выступать еще не приходилось. Что делать? Школа, это школа, мы здесь все делаем, все, что нужно. Говорим о том, чтобы сейчас как можно лучше усиленно соблюдать санитарный режим. Здравствуй, золото. Нормально, проходи. Времена диктуют свои правила, это понимают не только педагоги, но и ученики. Ксения Честных перешла в 11 класс, впереди экзамены и путевка во взрослую жизнь. Выбор для себя сделала непростой, хочет поступать в медицинский. Химия, как известно, наука практическая, поэтому на дистанционном обучении сидеть было непросто. Поэтому Ксения рада возможности выйти на учебу и прийти в школу. Возвращаться, так скажем, не очень легко, но учителя, они тоже идут нам навстречу, они помогают вернуться в обычный режим. На дистанционном, конечно, большая часть информации упускалась, и за счет того, что очень большая доля зависела именно от нас, от того, как мы сами будем готовиться, сами будем заниматься дома. Но я считаю, мы успешно закончили 10 класс, успешно перешли в 11. В 176 школе свыше полутора тысячи учеников. Этот учебный год, как и во всех образовательных учреждениях города, начался с ряда ограничений. Помимо уже привычного всем термоконтроля на входе, в каждом классе есть антисептики. В коридорах установлены рециркуляторы воздуха, в столовую одновременно могут попасть только пять классов. Изменилось все, говорит директор школы. Здесь составили новое расписание звонков. Для каждого класса звенит свой, чтобы не допускать скопления на переменах. Ученики могут ходить и без маски, а вот учителя, используя средства индивидуальной защиты, обязаны. Образование – это очень крепкое подразделение государства. Оно может перестраиваться, может понимать ситуацию и быстро находить какие-то пути к решению. Мне так кажется, что, наверное, образование находится рядышком с медициной, которая стоит на страже здоровья, благополучия детей и взрослого населения. Соблюдение необходимых мер безопасности на постоянном контроле у городских властей. Ежедневно, до 10 часов утра, каждое образовательное учреждение подает письменный отчет о термоконтроле учеников. Это не только в школах, но и в детских садах, и в учреждениях дополнительного образования. Та утренняя термометрия, которую мы проводим бесконтактными термометами, показала эффективную свою работу. И это нам позволяет утром не допускать к рабочим местам тех сотрудников, которые имеют повышенную температуру. И статистика подтвердила, что есть такие сотрудники. Но и также есть небольшое количество учащихся, которые приходят утром уже с повышенной температурой. Таких учащихся мы не допускаем. В таком случае ребенка изолируют в медкабинете и вызывают родителей. Далее малыш отправляется в больницу. Напомним, из-за сложной эпидобстановки в конце прошлого учебного года школьники учились в онлайн-формате, начиная с марта. Чтобы ситуация не повторилась, сейчас необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены, говорят медики. Чаще мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты, особенно в помещениях и транспорте, и соблюдать социальную дистанцию. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События. Чтобы отопительный сезон прошел без сбоев, в Самаре организуют учения по ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций. Теплоэнергетики и представители городской власти отрабатывают нештатные ситуации. По легенде, зимой сразу в нескольких районах города пропало электричество. Из строя вышли насосные пункты. Жители домов, пациенты лечебных учреждений и школьники остались без отопления. Как удалось справиться с проблемой, увидел Анатолий Головко. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самаре проходят учения по ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций, приуроченные к старту отопительного сезона. В них участвуют представители городских властей, районных администраций, ресурсоснабжающие организации, оперативные группы и филиал регионального диспетчерского управления. По легенде, в 20-ти градусный мороз в промышленном, Кировском и Советском районах отключилось электричество. В результате чего останавливаются насосы, перестают работать котельные, без тепла и воды остаются жители 819 домов, 80 учебных учреждений, 28 больниц и стационаров. В городе ввели режим ЧП. Для жителей развернули 41 пункт временного размещения. Школы и больницы подключили к резервным источникам отопления – мобильным котельным. Мы сейчас берем больницу «Симашка», подхватываем котельную, ставим, разворачиваем в реальном времени этот режим котельную, переводим ее туда. Вот такими методами мы сегодня… и цель учения именно достигается таким вопросом. В случае аварии мобильную котельную можно развернуть всего за 4 часа. Ее мощности хватит для того, чтобы обеспечивать бесперебойным теплом лечебное учреждение, школу, детский сад и даже большой многоквартирный дом. Сегодня учения провели у школы номер 147 и на территории больницы имени «Симашка». Мобильная котельная работает, грубо говоря, от дизеля. Подключается подпитка холодной воды, собственно говоря, и уже в данном конкретном случае подключились к ЦТП на больнице имени «Симашка». Данную больницу решили обеспечить альтернативным источником тепла, чтобы заранее вывести трубы и именизировать тот промежуток времени, за который подключается мобильная котельная. На месте аварии выставляют подвижный пункт управления. С его помощью представители городских властей могут следить за ситуацией в режиме реального времени 24 часа в сутки. Для этого рядом с автомобилем устанавливают камеры видеонаблюдения. Пункт управления позволяет организовать работу, ну скажем так, в полевых условиях, ну в условиях города, на улице. В данном случае мы осуществляем контроль за развертыванием подвижной котельной, которая обеспечивает работу больницы. Учения в Самаре продлятся до 26 сентября. Специалисты из разных сфер должны устранить аварию за 48 часов. После этого представители городских властей должны подвести итоги. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Лучший пивовар России живет в Самаре и может с легкостью определить дефекты пива, узнать напиток по стилю и понять по внешнему виду, из какого он сварен сырья. Впервые в рамках чемпионата WorldSkills молодые профессионалы была заявлена номинация «Лучший пивовар». Кто стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Лучший пивовар России живет в Самаре. Работник отрасли Евгений Бран стал победителем чемпионата WorldSkills молодые профессионалы. Участники соревнования должны были показать свои теоретические и практические навыки в определении дефектов пива, узнать напиток по стилю, визуально понять, из какого он сварен сырья и определить степень растворения солода. По результатам испытаний Евгений занял первое место. Пока я вижу для себя стили пива. Их очень много, огромное разнообразие. И правильно выделить, правильно понять, где какие ингредиенты, это действительно непросто. Чтобы побороться, собрать сообщество пивоваров со всей России, пообщаться, какие-то новые стратегии выделить, новый опыт приобрести. На втором месте оказался также житель Самары Егор Худанов. Участникам пришлось выдержать серьезную конкуренцию. Побороться за победу в чемпионате съехали специалисты по пенному напитку из 20 городов. Москвы, Новосибирска, Астрахани, Кирова, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей. В Самарской области в компании их производящих пенные напитки трудится почти 2000 человек. Пивоварение – отрасль, которая дает рабочие места не только в сфере пищевой промышленности, но и в сельском хозяйстве, торговле, логистике. Отрасли нужны высококвалифицированные инженеры, способные создать конкурентную среду на мировом рынке. Но на конкурсе молодых профессионалов WorldSkills за звание лучшего пивовара боролись впервые. Конкурс «Лучший пивовар» проводится вообще впервые в России. И мы в прошлом году вышли с инициативой, потому что мы увидели необходимость и потребность в специалистах этой отрасли, и потребность работодателей, высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы вышли с этой инициативой, и Министерство труда Российской Федерации нас в этом поддержало. Развитие конкурса «Лучший по профессии» – одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы» – часть нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. В стране он проводится с 2012 года. 63-й регион – активный участник проекта. Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» Самарская область принимает во второй раз. В этом году в нем приняли участие почти 3000 человек. За победу в номинации «Лучший пивовар» боролись 27 победителей региональных этапов. Очень важное мероприятие конкурса «Лучший по профессии». Как я уже говорила, с 2012 года у нас начался и проходит этот конкурс. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, на обеспечение общения, обмена опытом участников конкурса. Призеры конкурса получили дипломы и памятные подарки, а победители – денежное вознаграждение. Премия за первое место – 300 тысяч рублей. Виктория Шарая. События. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok